здравствуйте друзья бывают такие дни когда легко можно записать там 10 сюжетов а бывают такие что и там три дня подряд не знаешь что рассказать но смысле как-то ничего не происходит так вы мучиваетесь а не хочется ну редко бывает так чтобы ничего не хотелось рассказать но и редко бывает чтоб сразу 10 этим и вот сегодня такой день когда я мог бы легко записать сразу 10 то есть я не то что ничего не записал нет конечно я кое-что записал но с утра например меня позвали девушка я ее снимал раньше мы как-то ходили там кофешоп такой русский показывали в санта клария вот там была девушка которая изумительные там пекла какие-то штучки конфеты и там пирожные так далее очень она открыла кафешку и в этой кафешке собирались тусящие у олеси наши студенты портнов компьютер school которые там должны были устроить такой между собой чик по поводу того как искать работу то есть люди которые нашли работу делились с людьми которые там собираются искать работу и тогда заодно открытие кафешки но поскольку сегодня среда и мне светлана с утра напомнила что я сегодня дежурный по атоме код он там заль и томик как бы вам сказать ну тащить собой собачку какой-то кафе там где люди разговоры говорят и тогда это было совсем не сподручно я не поем но короче вот это первый сюжет который я не записал не про кафе не про студентов там мы так потом значит приехал я сюда и пришли ребят которых я записал это были люди которые через мексиканскую границу помните я рассказывал что там мне в коробку большую с документами прислали чтобы значит там в мексике при при выходе в тихуане в аэропорту чтобы их не развернули как потенциальных иммигрантов значит они мне прислали коробку со своими документами и сейчас они за ними пришли я записал записал с ними подробный разговор вышел на улицу проводить их вышел смотрю там на юра ну вот наш юрий берк который там с автомобилями и к нему пришли там три человека ну папа с дочерью взрослая дочь там лет 25 папа дочь и муж дочери вот значит они такие трое приехали из харькова только что вот они в страну попали по гуманитарному паролю поселились у родственников в санта-круз родственники им дали машину они взяли ту машину приехали к юрию бергу из анта-круз вот сюда и в общем мы с ними поболтали минут 15 и я вот думаю чё же мы ее мою они смотрят наш канал они меня знают и в общем все это так замечательно этому надо было ну вот не записал это на ходу у меня же мысли не было я даже камеру с собой не взял я выходил проводить гостей короче второй сюжет который мы не записали третий сюжет хотя на самом деле это был не один там их было наверное было бы там две-три серии большой был длинный разговор приехали люди они живут муж и жена они живут в колорадо до этого они жили в хабаровске потом они жили в питере у каждого из них в жизни бы были удивительнейшие приключения то есть каждый из них мог бы там на час например что-то рассказать и вы бы сказали давайте еще это так мало и то есть их жизнь была насыщена событиями они не хотели записывать они не хотели записываться и это просто вот эти преступления против человечности вот это вот то что они не не дали себя записать потому что это было нечто друзья это было нечто ну ну что делать вот так что очень много было неиспользованных возможностей я вот как-то с одной стороны жильею другой страну что делать но кое-что вот мы хотя бы кое-что записали кроме того сам юрий со своими машинами там да то есть там тоже было интересно посмотреть чего не там на площадке делается какие машины какие цены какие тенденции там и так далее я вот кстати прочитал вчера что ли где-то я читал статья была о том о составляющих инфляции и вот там было написано что за год ровно за год не говоря о том что было дотугу скажем за год за год перед этим последним годом за год ровно машины и пользованные был подорожали на 16 там с чем-то с десятыми процента на 16 процентов машины был а до этого я думаю они еще процентов на 20 подорожали то есть вот как эти проблемы начались с чипами со всеми этими делами мне кстати сегодня обещали написать из дилершипа мерседесовского где моя машина и так я ничего не получился ну сказали что этой неделе пришлют уже там четыре месяца скоро 23 февраля представляете вот за день до войны 23 февраля мы оформили заказ вот сейчас уже будет четыре месяца да какие тенденции еще вот я хочу сказать тенденции такие что дарят подарки чаем зная что я там диабет там шоколад как бы не очень вот дарит подарки чаем какими-то такими разносолыми чайными найти там с ароматами какие-то всякие такое дела друзья это неплохой это неплохой путь кстати это неплохой подарок то есть он будет утилизован полностью и по назначению значит еще вот такая тенденция есть для светланы отдельно что-то я на вы знаете что такое мне скажет как это крем ну пусть женщины разберутся в принципе светлана с удовольствием друзья тоже принимает подарки она их не ожидает конечно но когда я приношу она так с удивлением смотрит и говорит ты смотри какие вот хорошие люди бывают вот что-то такое полезное принесли мне сегодня подарили 4 подстаканника такие но знаете вот как бы под горячая там до под горячую кружку там что-нибудь такое квадратики такие я вам покажу как-нибудь квадратики и там написано портнов сайте латинскими буквами написано портнов танкет крылышки но не куриные крылышки такие знаете лавровый лист и вот и и там написано портнов вот так вот тоже полезная вещь друзья уже горячие предметы бывают так вот там а снизу пробочка такой тонкий слой пробочки наклеить и такой такой камень такой да ну что еще вот майка нам не майка но я не знаю вам насколько вам тут видно тоже вот от щедрот так сказать зрители иногда дарит майка блогерская сюда можно что-то полезное положить вот можно скажем камеру я сейчас камеру снял с рукоятки но вот можно вот так взять рукоятку вся камера вот я не знаю насколько вам видно насколько это все снимается но вот тут пожалуйста майка с карманчиками очень специально уже задрал уже я не знаю куда куда еще задрать вот так могу задрать вот спасибо спасибо нашим гостям они дарят в общем что возбуждает креатив вот другой стороны я и я собственно у меня майки есть не то что я боссы и там голые хожу какой-то допустим не стиранный или в дырках нет но все равно приятно что еще вообще очень много событий происходит сегодня значит я с утра рассказывал о том что подняли на три четверти процента значит базовый interest rate сегодня же там в западной германии в западной в германии в германии собирается значит там чуть 50 уже там их министров обороны разных стран чтобы понять что там украине не хватает и почему при всем желании дать ей что-нибудь такое для самообороны они ничего не дают или скажем дают 10 процентов вместо того чтобы дать ну хотя бы 75 эти ночи мы короче того что обещали хотели и мечтают дать ночью такие интересные вещи происходят так что это отдельно потом мы поговорим всякое бывает но вот сегодня мы поговорили о том что бывают насыщенные дни вот сегодня день был очень-очень был насыщенным я весь в подарках для пакет ведь подарки в пакете приносит а пакет друзья не просто так это вот как это кожура от сосиски вот там что это там если остается где там кожура сосиски вы не выбрасываете да и и можно еще использовать неоднократно ну там в каких-то цель вот так вот и пакетики наши все друзья я вас поразвлекал на жизнь пожаловался за подарки благодарил вот раньше мне кепками дарили знаете головными уборами у меня этих головных уборов было и сейчас еще есть хотя я пытался их усиленно раздавать там когда мы меняли дислокацию но что сказать у меня еще одна блогерская майка есть я по-моему я даже не одевал ни разу может быть я раз такое дело может быть завтра прямо для вас специально одену и сюжете к такой сниму тоже такая вся блогерская но вот до невозможности до невозможно друзья если у вас есть что-то блогерская и вы хотите блогера то сказать порадовать тащите блогерская размер extra large голова 60 не надо малик маленького ничего на голову не надо вот но так уж я просто так уже раз о подарках речи да в конце концов можно всегда чаем коньяком даже вот пожалуйста там чем еще и шоколадом можно шоколад не пропадет другое что я там с кем-то поделюсь не буду сам кушать обязательно вот там томи тоже заинтересовался темой подарков я смотрю там сзади у меня я я просто не знаю что у вас там на камеру идет и насколько вы видите там мальчика но он интересуется съемкой при слове шоколад он на многие слова знаете реагирует но шоколад ему не дают конечно вот на первое слово гулять томи гулять нет но в машине он не так реагирует вот если дома сказать гулять он сразу прибегает и ждет что и мошенник все друзья мы с вами прощаемся до новых встреч а кстати если вы таки еще не подписаны и еще даже лайк умудрились не поставить в это уже поставьте лайк и ему и подпишитесь чего так ходите до этого сказать порожняком да вот счастливо